Таджикистан Гражданка Таджикистана победила на конкурсе красоты Miss World Beauty Таджикские власти решили оказывать помощь малоимущим семьям, заявила первый заместитель министра здравоохранения и соцзащиты Саида Умарзада 10 ноября в Нижней Палате Парламента Согласно ее словам, на сегодняшний день около 31% населения Таджикистана считаются малоимущими Также чиновница сообщила, что власти приступили к созданию единого реестра малоимущих На данный момент в 25 районах и городах республики свыше 97 тысяч семей получают от государства социальную помощь в размере всего 400 сомони в год, то есть около 5 долларов в месяц К следующему году власти планируют включить в эту категорию еще 15 районов и городов Посольство США в Таджикистане предупредило своих граждан, находящихся на территории Таджикистана, о возможных терактах Подобное сообщение появилось 9 ноября на официальном сайте Посольства США в Таджикистане Посольство США в Душанбе получило информацию о том, что террористические группировки могут попытаться проникнуть на территорию Таджикистана из сопредельного Афганистана, отмечается в сообщении Гражданам США рекомендуется по мере возможности избегать места массового скопления людей, остановки общественного транспорта Примечательно, что посольства и военные базы больших стран, размещенные в мусульманских странах, традиционно играют свою влияющую роль на ситуацию в стране, и Таджикистан в данном случае не является исключением Однако эксперты отмечают, что таджикистский народ обладает своей исконно высокой политической культурой и не нуждается ни в каком вмешательстве извне, тем более от таких враждебных к мусульманам стран, как США и Россия А потому очевидно, что рано или поздно придет день, когда народ Таджикистана изгонит со своей земли иностранные военные базы и посольства, а также отвергнет навязанного ему тирана Арахмона Конституция Таджикистана является особенной и распространяет миролюбие По крайней мере, такому мнению придерживается президент Эмамали Рахмон По случаю 22-й годовщины принятия Конституции Рахмон заявил Процессы и события нового времени требуют, чтобы каждый гражданин страны всегда стремился к соблюдению норм Конституции В целом законодательных актов и глубокому осознанию их сути, как важного средства обеспечения свободы, социальной справедливости и равенства Также Рахмон призвал граждан стремиться к защите и соблюдению Конституции Он отметил, что Конституция Таджикистана имеет национальную особенность, поскольку она принята по воле народа страны И в этом важном документе отражены исторические традиции государственности и гуманистические идеи цивилизованного таджикского народа Однако он не уточнил, каким образом придуманная человеком Конституция соотносится с исламской историей таджикского народа Которому в 90-х годах XX века Россия откровенно подсунула Рахмона и его тираническое правление Наблюдатели отмечают, что заявления Рахмона о необходимости соблюдения прописанных в Конституции прав и свобод человека Выглядят по меньшей мере комично, особенно на фоне последних лет, в которые Рахмон предпринимает попытки превращения страны во второй Узбекистан Где уже давно проповедуют культ личности президента запрещены все атрибуты ислама, а тюрьмы заполнены членами различных исламских движений Гражданка Таджикистана Парвина Саидова стала победительницей в номинации Miss International 2016 на конкурсе Miss World Beauty Саидова сообщила на своей странице в Instagram о том, что церемония награждения состоялась вечером 5 ноября в столице Казахстана, Астане В конкурсе приняли участие 120 моделей из разных стран мира Здесь следует заметить, что население Таджикистана является мусульманами, и подобное явление в понятиях народа страны является не предметом гордости, а позором Ведь честь женщины в исламской культуре является одной из высших ценностей, а ее тело и красота бережется от чужих глаз Следует заметить, что подобные развращающие мероприятия целенаправленно проводятся иностранцами с привлечением мусульманок, которые часто занимают на этих конкурсах призовые места Примечательно, что победительницей первого международного конкурса красоты, который состоялся в Бельгии 3 июля 1932 года, стала турчанка Кириман Халис Участие которой в подобном мероприятии стало возможным только после падения Османского государства и установления в Турции секулярного правления Мустафы Кемаля Исторические хроники сохранили слова выступления одного из членов жюри, который обосновал присуждение победы на конкурсе именно мусульманке следующим образом Дорогие члены жюри, сегодня мы празднуем победу Европы, победу христианства Исламу, который в течение 1400 лет господствовал в мире, отныне пришел конец Его уничтожили христиане Европы Конечно, мы не можем отрицать и роль Америки, и России В конечном счете, это победа христиан Представительница мусульманок, турецкая красавица Кириман, предстала перед нами в купальнике Мы примем эту девушку как корону нашей победы, выберем ее королевой красоты Не имеет значения, есть девушка красивее ее или нет В этом году мы не выбираем королеву красоты В этом году мы празднуем победу христианства, победу Европы Правнучка султана Сулеймана Великолепного, который в свое время запретил французам танцы, стоит перед нами в купальнике Она хочет понравиться нам И нам нравится это С надеждой, что будущее мусульман будет таким, мы выбираем турецкую красавицу королевой красоты Однако свои бокалы мы поднимаем за победу Европы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok